Вячеслав Николаевич, депутат Государственной Думы, Вячеслав Николаевич Петёкин Я вам должен сказать, что большая честь выступать после этих великих людей После этих великих певцов, бардов, поэтов Я сидел, когда слушал, это я не первый раз здесь, и каждый раз ловил себя на мысли О том, что как бы ни пытались загнуть в бараний рок русскую культуру Она по-прежнему бьется, прорывается из тех кандалов, которые на нее надевают поганые прозападные телевидения радио Эти люди великие русские артисты, великие люди певцы, великие русские поэты Но их невозможно увидеть на экранах телевидения, их невозможно услышать по радио Почему? Потому что идет агрессия, информационная агрессия против нашей страны И сегодня мы встречаемся где? Мы с вами встречаемся в подвале Что называется? Это какой подвал? Андеграунд! То есть это русский андеграунд Но я глубоко убежден о том, что это безвременно скоро кончится Эти люди зазвучат с экранов телевидения Истинной площадкой для них будет не только этот замечательный, гостеприимный, очень милый зал Но и самые крупные, самые великие площадки нашей страны Включая Кремлевский дворец съездов, который называется Государственным Кремлевским дворцом Я в этом глубоко убежден, потому что по таланту эти люди никак не выше, а намного выше Нежели ту тусовку, бесовщину, как я называю, которая светится ныне с экранов Если нам Розенбаума показывают каждый день, каждую ночь, так сказать То я убежден, что Михаил Калинкин и Виктор Верстаков по таланту выше, нежели этих любимцев нынешней власти Очень важную вещь сказал Виктор Верстаков о том, что в этом уютном, гостеприимном зале нет посторонних людей Здесь собрались истинные патриоты нашей страны, люди, которые пришли сюда, так сказать, по воле сердец Я попал сюда как один из вас, как один из почитателей этого таланта Но меня обнаружили, так сказать, вычислили по значку Сказали, ты депутат, значит, обязан произносить политические речи Долго сопротивлялся, но пришлось Тем более, что, как говорится в известном анекдоте, в кустах обнаружился рояль Честно вам признаюсь о том, что здесь вот обнаружилось некоторое количество благодарности Центрального комитета КПРФ, так сказать Но вы не поверите, что они действительно обнаружили здесь случайно Я не с этим пришел, я пришел с пустыми руками Но тем не менее, замечательная возможность, так сказать, поблагодарить людей Которые проявляют чувство истинного патриотизма, которые здесь присутствуют За их патриотизм Сразу же скажу о том, что здесь нет никакой политической корысти Большие выборы закончились, парламентские выборы закончились Президентские закончились Кого-нибудь, так сказать, привлекать на нашу сторону не приходится Поэтому совершенно искренне и с большим удовольствием, так сказать, воспользуясь этой возможностью Для того, чтобы вот этим скромным нашим, так сказать, благодарностью Поблагодарить людей, которые проявляют истинный патриотизм Даже за счет того, что они просто пришли сюда, так сказать, составили нам компанию Нам с вами веселее, так сказать, я имею в виду Виктора, моего давнего друга, Михаила, моего давнего друга Нам с вами очень хорошо, и мы хотели воспользоваться этим, чтобы вас поблагодарить Но начнем с главных виновников нашего торжества Диктор Глебович, ну ты не налегай, так сказать, все-таки приемни от имени центрового комитета Время много, психи Да нет, 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 быстро Еще 40 минут, товарищ Речей Михаил Калинкин, изумительный певец, бард Я просто получаю колоссальное эстетическое удовольствие от того, как он поет Особенно как он играет Ну просто душа поет Здесь, товарищи, есть еще ряд незаурядных людей Иванов Николай Федорович Николай Федорович, прошу Несколько лет назад читал в сборнике его рассказ о том, что он испытывал Я не знал, что мне доведется с ним встретиться Ощущение человека, который побывал в чеченском плену В мельчайших подробностях, как он попал Что при этом происходило Как его пытались вызволить Какие отношения были между пленниками и похитителями Как его пытались вызволить Потрясающе интересно было Никогда не думал, что придется встретиться с автором этой замечательной повести С большим удовольствием Коровин Валерий Владимирович Валерий Владимирович ничего не писал А Валерий Владимирович 20 лет назад Если бы просто сказали О том, что он офицер комитета государственной безопасности Мне бы голову снесли Потому что он человек, который Не просто офицер КГБ Некоторые из них светились, так сказать, паспорта выдавали Там и так далее Он занимался самыми тонкими щепетильными делами Эти люди, 30-я лаборатория, насколько я понимаю Была сверх засекреченным подразделением КГБ Которое находилось под личным кураторством великого чекиста Юрия Владимировича Андропова Выполняли сверхсложные задания Были на самом переднем краю, так сказать, борьбы с мировым злом Мировым империализмом И душили этот империализм по-черному С большим удовольствием Святослав Игоревич Жирнов Офицер, войск специального назначения Не посмотрите, внешность очень интеллигентная такая Профессорская, преподавательская Сейчас он больше в этом качестве выступает, так сказать Но судя по прическе, так сказать, да, и по орлиновому узору, так сказать Необходимые навыки для борьбы с мировым злом сохранились И одновременно являюсь продолжателем того дела, которое занимался товарищ Коровин, так сказать Занимается тоже сложными разработками на грани, так сказать, парапсихологии Проникновение в человеческую психологию, управление и так далее Самые современные технологии Поэтому с большим удовольствием вам вручаю Спасибо, спасибо Юрий Алексеевич Трифоненков Ну, уже представляли Офицер, моряк, оператор Выполняет огромную, важнейшую миссию Он фиксирует Я его вижу на каждом концерте Я бываю на всех концертах На каждом концерте он снимает, снимает, еще раз снимает Почему бесценный вклад, это не должно пропасть, это должно перейти к нашим потомкам Это должно распространяться Это выходит за пределами нашего этого зала, так сказать И в этом величайшей роли Юрий Алексеевич, спасибо большое Спасибо Вот это правильно Сергей Викторович Шавров Молодой, красивый, стройный, худощавый Ну, если нужно, так сказать, кому-нибудь образ, так сказать, воздушно-десантных войск Старшины воздушно-десантных войск Которые как раз управляют и командирами при необходимости, подчиненными Точно, старшина роты, я так понимаю, да? Старшина роты Ну, те, кто служил, знают, что такое старшина роты Командиры-то где-то там, так сказать От подъема до отбоя с личным составом Кто старшина роты? Отец, брат, сын, так сказать, и все, что хочет, так сказать Но, главное, крепкий хозяин И пока такие мужики у нас есть Мы можем быть спокойным за судьбой нашей Родины Павел Сергеевич Щегольков Павел Сергеевич, вы выдвигаетесь Присоединяйтесь к простым людям Начирайте с компанией простых людей Много говорить не буду Человек, который не изменил своим идеалам Человек, который остался верен, так сказать, своим идеалам Это основа для нашего возрождения Ибо патриотизм – это основа возрождения нашей Родины С большим удовольствием вручаю вам Спасибо Спасибо Аплодисменты На всех, товарищи, рояля в кустах не хватило Но прошу тех, кому не досталось грамот Считать, что мы вас искренне благодарим за то, что вы пришли сегодня Поддержали нас И для нас, для всех, огромное удовольствие быть сегодня вместе с вами в нашей компании Спасибо большое, товарищи Аплодисменты Так, новенькое объявление Кухню закрыли Все уже закрывает А ты уже все съел Да, пить здесь нельзя Но, если кто-то еще хочет выпивку То девочки сказали, что все может быть задумки Если я кому-то не звонила, можете телефон Аплодисменты